всем привет дорогие друзья подписчики гости канала решил сегодня попробовать такой вот стейк мира торговский чакрол не произошел небольшой ребрендинг у них поменялся у них немного дизайн пожалуй самое время попробовать мягкость на четверку сочность на четверку насыщенность на четверку а готовить 7 минут ну посмотрим стейк у нас комнатной температуры поэтому самое время разводить костер шучу конечно хотелось бы в квартире на 12 этаже в которой проведен газ развести костер но к сожалению нельзя не будем тянуть пожалуй надо приготовить и съесть его на самом деле очень полезный лайфхак сам придумал на при обжарке чего-либо на плите стейков или чего-либо другого вот так вот натягиваю я фольгу обычно по всему периметру сковородки закольцовываю но здесь тогда ничего не будет видно поэтому решил так оставить пока добавили чуть-чуть масла раскаляем теперь сковородку сильно и начинаем выкладывать стейки уложилась у нас только 3 обжариваем на сильном огне до появления золотистой корочки готовится он по заявлению производителя 7 минут посмотрим я думаю можно уже переворачивать да уже начал румяниться запечатался немного масло брыжет но все у нас под контролем самое время посолить и поперчить также немного добавлю чесночка сушеного но это на любителя вообще так не рекомендую делать но я так люблю ну и конечно же не забываем посолить я это делаю все время вот когда первый раз перевернул начинает немного крошка выходить сверху видим чуть-чуть рано перевернул можно обратно лучше вернуть пока вот и С второй стороны теперь перчим, солим. И стейк практически готов, сейчас мы его еще разочек перевернем. Субтитры добавляем. Субтитры добавляем. Обернуть фольгой и дать отдохнуть. Разрежем. Смотрите. Прям сок. Сок прям какой. Well done, но зато сочный. Не подошва. Достаточно нежная, несмотря на то, что получился у нас well done. Достаточно нежный вкус. Не пересушенная. То есть, такая слегка хрустящая корочка. Думаю, на гриле вообще обалденно получится и зайдет по вкусу вообще, мне кажется, каждому. Можно было чуть-чуть пораньше снять, чтобы чуть-чуть розовое было. Но я люблю такую прожарку, чтобы она была полностью прожарена, но сочная. Вот это как бы прям мое. Ну и могу тоже поэкспериментировать с различными другими степенями прожарки. В том числе, да, там могу и с кровью поесть, но именно сегодня захотелось вот именно полную прожарку. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, делитесь своими советами. Всем пока. Прям да. Надо будет потом, когда сезон начнется, обязательно надо будет. На гриле такие пожарить на даче. Вкусно. Вкусно. Грущные BACK 1 1 2 1 6